Дэймон Это кадры из фильма 1987 года «Бегущий человек», главный герой в исполнении Арнольда Шварценеггера, участвует в телевизионном шоу, пытаясь выжить. В прямом эфире зрители наблюдают, как участники этой жестокой передачи буквально калечат и убивают друг друга ради свободы и денег. Самое поразительное, что по сценарию фильма действие происходит в 2017 году, когда государство с помощью средств массовой информации манипулирует сознанием общества, при этом большинство зрителей получают удовольствие от таких бесчеловечных шоу. А это 2010 год. Французский телеканал «Франц-2», который решил провести эксперимент над зрителями. В пилотном выпуске программы «Экстремальная зона» участвовали 80 человек и один герой, к которому были якобы подключены электрические провода. Правила игры просты. За каждый неправильный ответ толпы расплачивался тот самый молодой человек, сидящий в капсуле. Ему по замыслу авторов с каждым разом подавалось все больше и больше напряжения электрического тока. Однако его мучения люди могли бы облегчить, если бы все признали свое поражение. Но в реальности большинство участников студии не захотели прекратить жестокую игру. Как выяснилось позже, никакого электричества не было, а герой-мученик – профессиональный актер. Перед показом программы создатели шоу объяснили зрителям, что цель – не пощекотать их нервы, а показать, насколько велика власть телевидения. Лишь 16 участников шоу из 80 на том или ином этапе вышли из игры, не выдержав душераздирающих криков молодого человека. В результате передача «Экстремальная зона» заставила французов по-новому посмотреть на столь домашний, привычный экран, перед которыми они проводят многие тысячи часов своей жизни. Создатель программы – социолог Жан-Леон Бо-Ва. Все это не останется без последствий, а формирует наши поступки. Надо избавиться от стереотипа о том, что, мол, мы живем под знаками свободы и демократии. Это опасная иллюзия. Наш опыт показал, что 80% людей могут стать потенциальными палачами, если их к этому подтолкнет телевидение. И это ужасно. Когда поведение мысли массы управляется извне, для меня это талитаризм. Спокойно, без побоев и тюремных камер. Но все-таки талитаризм. Эксперимент французского телеканала еще раз доказал, что телевидение – это серьезный инструмент манипуляции общественным сознанием. И в последнее время телевидением все чаще пользуются политики. И тогда наступает информационная война, где правда не имеет значения. Главное – создать в голове масс образ врага, который может в любой момент напасть на страну. Последний яркий пример информационной войны – репортаж грузинского телеканала и медиа о том, что может якобы произойти, если погибнет нынешний президент Грузии и в страну войдут российские военные. Впервые термин информационная война использовал некто Томас Рон в отчете, подготовленном им в 1976 году для компании «Боинг». Рон указал, что информационная инфраструктура становится ключевым компонентом американской экономики, которая становится и уязвимой целью как военной, так и в мирное время. После окончания холодной войны термоинформационная война был введен в документы Министерства обороны США. Он стал активно упоминаться в прессе после проведения операции «Буря в пустыне» в 1991 году, где новые информационные технологии впервые были использованы как средство введения боевых действий. «Равнение на середину! Поднять! Вперед!» В 1997 году американский режиссер Барри Левинсон снял фильм «Плутовство или хвост виляет собакой». Слоган кинокартины «Почему собака виляет хвостом? Потому что она умнее хвоста. Если бы хвост был умнее, то он вилял бы собакой». Параллель очевидна. Под собакой автор подразумевал зрителя, которым телевидение, выступающее в роли хвоста, легко манипулирует. И в доказательстве этому война, выдуманная одним из голливудских режиссеров в период президентской предвыборной гонки. Таким образом, американцам с помощью телевизионных сюжетов рассказывается о том, как США вовлекаются в войну против несуществующих албанских террористов. Тем самым поднимается чувство патриотизма у граждан и, как результат, повышение политического рейтинга нынешнего президента. Так, давай деревню. Давайте огонь. Горячие новости. Специальное сообщение с Албанского фронта. Мы только что получили информацию, что юная албанская девушка, которую вы видите на этих кадрах, в страхе лежит от террористов, захвативших ее родную деревню. Это типичный прием в травмоционной войне, когда формируется через СМИ образ врага. Так, в репортаже грузинского телеканала «Имеди» врагом выступили российские войска, которые после гибели Михаила Саакашвили оккупировали территорию Грузии. В результате чего многие зрители попали сердечными приступами в больницы. Несмотря на то, что разоблачение оказалось быстрым, эффект информационной войны можно считать успешным. В современном мире информационная война носит локальный характер, цели ее применения разные. Однако в последнее время большинство СМИ на Западе и в некоторых странах СНГ развязывают информационные войны против нашей страны. Зачем? На этот вопрос нет точного ответа, но ясно одно. Информационная война – дешевое и бескровопролитное оружие, с помощью которого можно не только сохранять власть внутри своего государства, но и воздействовать на умы граждан другой страны. Пока в этой битве Россия, увы, проигрывает. Это кадры советского фильма «Втылу врага». Действия кинокартины происходят в период Советско-финской войны 1939-1940 годов. Сценарий похожей войны недавно опубликовала одна из финских газет Хельсингин Санамат. Однако разница лишь в том, что военные эксперты не описали войну 70-летней давности, а придумали собственную. Место действия – территория Финляндии, 2010 год – агрессия России. Русская крылатая ракета на низкой высоте летит в Финляндию. Наши радары не способны ее засечь. Около города Порвоу на высоте 200 метров ракета ускоряется и в итоге поражает вещательный центр финской радиокомпании Хельсинки. Далее. Издание подробно расписало возможные военные действия во всех деталях и красках. Не забыв при этом упомянуть про тысячи убитых и раненых. В конце статьи авторы отмечают, что молниеносной победы России не происходит, так как Финляндия получает дипломатическую поддержку всего мира. Этот материал Хельсингин Санамат вызвал огромное количество откликов в России и Финляндии. В многочисленных форумах люди задавали один и тот же вопрос. Зачем газета публиковала провокационный материал? И ответа точного опять-таки никто не может дать. До последнего времени у нас практически не существовало четкой государственной позиции по проблеме информационных войн. Это и стало одной из причин поражения Советского Союза в Холодной войне. Только в сентябре 2000 года президентом Российской Федерации была подписана доктрина информационной безопасности России. В отличие от подхода обозначенного США, в российской доктрине на первое место ставится обеспечение информационной безопасности индивидуального, группового и общественного сознания. Придет ли это в будущем к победе неизвестно, но уже сейчас очевидно, что информационная война будет вестись на нескольких фронтах. Анализ показал, что многие страны мира сейчас создают у себя системы защиты информационной агрессии и иностранной культурной экспансии. В той же Франции, к примеру, по телевидению разрешается показывать не более 50 иностранных фильмов, абсолютное большинство которых, как известно, американские. Наше государство пока не приняло никаких существенных мер по защите своих граждан. Субтитры создавал DimaTorzok